Музыка Уважаемые любители моих небольших роликов о фотографии. Я их пишу не для всеобщего любования или для развития собственного культа личности. Нет, я пытаюсь разобраться в тех фундаментальных вещах, которые сейчас происходят в оптике и фотографии. Эти фильмы предназначены для очень узенького круга людей, которые, во-первых, могут эту технику пробовать, а во-вторых, этот круг сужается еще в связи с тем, что они должны не просто и пробовать, но и понимать, что происходит. Но поскольку не у всех есть соответствующая подготовка, даже такая скромная, как у меня, хотя я много очень, десятков лет занимаюсь близкой к свето-оптической системе, к рентгеновской оптике, о чем хорошо известно, тем не менее даже отсутствие таких знаний не позволяет им глубоко проникнуть в суть вопроса. Для этого эти ролики и записываю, потому что мой опыт еще полива эмульсии и ее возревания в керамических ваннах дает мне некоторые преимущества. Ну и плюс пяток книг, написанных о разных оптических системах, где я подвергал их самому тщательному анализу, который совсем недавно обсуждался в Государственном оптическом институте, причем показывает, что вроде бы я вполне имею скромное право говорить о фотографии. Сегодня у нас в корзинке сложная парочка. Сегодня перепавший мне объектив Summilux SL светосилой 1.450 мм, а сферик, очень большой и тяжелый объектив, это один, а второй объектив, это уже нам хорошо с вами известный Ноктилюкс, знаменитый светосилой 0.95, который я сравнивал совсем недавно с Ноктилюксом, выпущенным в конце пленочной эпохи. Использован, естественно, родной переходник на лейку SL, что позволяет использовать все объективы, предназначенные для лейки с байонетом M. Я с удовольствием сравнил эти два объектива, поскольку интерес большой. Вопрос такой, прогресс существует по сравнению со старыми оптическими системами, которые потом были вторично адаптированы к цифровой технике, или чисто цифровые объективы, предназначенные для камер серии SL, они имеют какие-то преимущества и особенности. Ну, пристроив на лейку этот самый замечательный штатный суммилюкс, я тут же начал снимать всякие приятности. Ну, вот, пожалуйста, там, дубовые листочки в тени. Ну, наиболее сложный сюжет, а высококонтрастный. Речка, тоже понятно. Речка с веточками, когда фокус на переднем и заднем плане. Как видите, все работает хорошо, несмотря на то, что лейка SL всего 24 мегапикселя. Ну, и с разрешением все в порядке. Вот, посмотрите на общий кадр Карабановского пруда, засиженного воронами, утками и забросанными бутылками. Вы сразу и не увидите, что в середине находится цапля. Ну, вот, укрупненный кадр. Здесь видно, что цапля действительно есть. Ну, естественно, хочется же ведь попробовать большую светосилу объектива, то есть 1,4, и не только на портретах. И поэтому я отправился в лес и снял сосну. Значит, ну, сначала, конечно, папоротники, которые так любят все фотографы, а теперь сосна. Вот эта сосна снята при диафрагме 1,4. Лес темный, а выдержку можно сделать короткую. И вот, посмотрите, увеличенный кусочек этого самого ствола сосны и веток. Видите, как интересно и немножко странновато размываются эти ветки. Мы вернемся еще к этому кадру, поскольку интересное у нас все впереди. Ну, естественно, нам хочется не просто посмотреть на картинки, но и сравнить, а как работают эти два объектива. Сумилюкс и Ноктилюкс на этой замечательной камере. Ну, вот, посмотрите, просто церквушка издалека, через поле, через речку. Там видно некоторые детали. А вот теперь увеличенные кадры, где хорошо видно, что, собственно говоря, Сумилюкс выигрывает. То есть объективы, специально рассчитанные для цифровых камер, работают очень хорошо. То есть прогресс налицо. Ну, та же самая церковь покрупнее, уже на диафрагме не 4,5, а 11. Как вы видите, и здесь, собственно говоря, Сумилюкс идет немножко впереди. Ну и, в конце концов, забор. И увеличенный кадр при диафрагме 11. Видите, как интересно получается? На дальней перспективе Сумилюкс дает более интересную резкость. То есть он просто резче намного. Особенно это видно на стволе березы. А вот Ноктилюкс, как мы с вами знаем, этот же самый, дает блестящую резкость, чудесную при съемке портретов, когда каждый волосок в небритости молодых людей, которых я снимал, виден, как будто прорисован тушью и пером. То есть, видите, различия уже какие-то есть, и эти различия не так просты. Поэтому перейдем к мирам. Сравним миры, снятые на полностью открытых диафрагмах и Ноктилюксом, и Сумилюксом. Ну, понятно, что у обоих объективов, особенно с расстояния в несколько метров, ничего не сделаешь, бочкообразная дисторсия. Но, правда, у Сумилюкса она чуть-чуть поменьше, то есть лучше исправлена. А теперь посмотрим вблизи те картинки, которые нас больше всего интересуют. Черный и красный участок мира. Что же с ними происходит? Оказывается, что наш Ноктилюкс, который был изготовлен, схема оптическая разработана очень давно, в 70-х годах, и исправлена под цветные камеры, синит, как вы видите, он немножко синеват. И видите, немножко разница с фокусными расстояниями. То есть быстрее всего у Ноктилюкса она чуть побольше, а у Сумилюкса чуть поменьше. В результате возникает видимая разница, которую я не стал убирать, естественно. То есть это говорит о том, что в цветовом отношении Сумилюкс по сравнению с Ноктилюксом практически безупречен. Это очень большое преимущество, которое надо учитывать. То есть современная цифровая конструкция объективов – это, конечно, достижение. Ну и ещё один вопрос, всегда меня волнует и интересует, это что, собственно говоря, происходит с угловыми мирами, которые видны перед вами. Что это такое? Это такие миры, которые я приспособил в своё время специально для вот этой книги. Здесь специальный раздел, посвящённый оптике разных конструкций, где я рассказываю о том, как диафрагма влияет на изменение глубины резкости при использовании разных объективов. То есть объективы некоторые закрываешь в диафрагму. Резкость уходит или вперёд, или назад. Это известная болезнь объективов. И старые конструкции тоже этим страдали. Поэтому я использую миру под углом 45 градусов. Одна стоит в плоскости плёнки или матрицы, а другая под углом 45 градусов. Что же оказалось? А тут оказалась очень странная вещь. Если мы проанализируем миры обычные, которые я снимаю, с вот этими мирами, с угловыми, то выяснится странная вещь. Оказывается, суммилюкс обладает каким-то странным софтовым эффектом. То есть он софтит, то есть размывает, тушая бокёк, как хотите, изображение на небольших расстояниях. И на этом даже теряется разрешение процентов на 10-15. А ноктилюкс, наоборот, работает идеально резким, как раз на портретных расстояниях. То есть это говорит о том, что у нас явно в конструкцию внесены некие изменения. Я имею в виду суммилюкса, цифрового светосилы 1 на 4. И вот тут-то мы вспоминаем веточки дерева, которые я, собственно говоря, показывал в начале этого короткого интервью. Оказывается, они полностью совпадают с очень интересным объективом, который был исследован в этой книге под названием «Апланат». И здесь показано, как он работает с портретами, и как работает с теми же самыми веточками. Оказывается, размытие веток точно такое же, как у Кука, который называется «Кук портрет софт-фокус» объектив PS945. Это такой 8-дюймовый объектив, уникальный, я им поснимал и даже отразил в своей книжке, которого как раз так и работает оптическая система. Он на открытых диафрагмах работает как софт-фокус, но прикрыв до 6-8, он становится идеально резким объективом, в том числе и для ландшафтных съемок. Так вот, «Суммикрон» обладает теми же качествами. То есть на близких расстояниях, когда вы захотите снять чей-нибудь портрет, он будет работать до примерно 4,5 диафрагмы, 5-6. Он будет работать как блестящий софт-фокусный объектив с очень мягким и контролируемым самсофтом. То есть разрешение не сильно страдает, но софт-эффект есть. А «Ноктилюкс» даёт идеально резкую, звенящую, жёсткую картинку. Ну, зато на дальних планах «Ноктилюкс» почти софтит, то есть менее резкий объектив, что, в общем-то, и ожидаемо. А «Суммилюкс» цифровой работает идеально после того, как вы прикроете даже с близкого расстояния диафрагму примерно до 5-6-8. То есть, если мы посмотрим ещё раз на угловые миры, то мы увидим, что визуально на «Суммилюксе» мягкий вход в фокус издалека и мягкий вход фокуса от камеры. То есть таким образом он создаёт мягкие переходы. Те самые, которые так ценились, софокус и оптики ещё Никола Першайда. У меня в книжках я это описываю. То есть получается, что как бы у вас увеличивается глубина резкости на одной и той же диафрагме. Ну, некоторые современные фирмы, я испытывал их объективы, дают такое, что у вас всё абсолютно резко, получается такая картонная картинка. Здесь от этого избавились. То есть должен поздравить немецких оптиков, молодцы. Сделать такой ход на современных камерах. Надо быть очень уверенным и в матрице, и в камере, и в объективе. Поздравляю их. А так могу сказать, что, завершая свой краткий обзор, что Сумилюхс, конечно, это блестящий объектив цифровой эпохи, в котором удалось совместить немецким оптикам много очень полезных свойств. То есть они сделали, по сути дела, универсальный объектив, объектив с софтфокусным эффектом на открытых диафрагмах и повышением резкости после диафрагмы 5,6. Это блестящий инструмент, но надо знать, как он работает. В противном случае любой блестящий инструмент в руках обезьяны сами превратится. Знаете, во что превращается. Даже не в микроскоп, которым забивают гвозди. Зная особенности этих двух объективов, вы можете выбрать то, что вам больше нравится. Могу сказать, что своеобразные преимущества есть и у одного, и у другого. Но ничего не сделаешь в сумме люк светосилы 1,4 по совершенней, по универсальней и намного более корректно работает с цветом. То есть дело в лейке SL с индексом S не только в матрице, но и в специально рассчитанной и сделанной оптике, которая в паре как раз и дает ту феноменально натуральную картинку, которую вы сейчас видите. На этом я прощаюсь с вами и хочу пожелать внимательного отношения к предметам, которые вас окружают. Иногда это может вызвать дополнительный интерес и такие достаточно тонкие удовольствия. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok